здравствуйте вот приступили значит работу в ванной комнате будем готовить пол под подготовку для того чтобы уложить здесь плитку ну и соответственно будем здесь работать значит с плиткой и стены в прошлом году году по штукатуре здесь сложности нету как уложить плитка вот пол здесь можно уложить в плитку разными способами но если мы готовим непосредственно пол здесь от балки вот их видно вот видите балки балки внизу на внизу значит поршили значит доской 25 затем уложили утеплитель три слоя после этого значит пару изоляцию здесь получается между утеплитель мы и пароизоляция где-то сантиметров 5 получается сверху набили это самая доску доска на спиди десятка вот это когда стропилы делали осталась и доска и вот она уже пролежала несколько лет а сейчас мы видите пришили и пришивали значит гвоздями 150 минут это как говорится все что осталось и все добиваем здесь доска одну не всегда она бывает хороший вот визит видите немножко было горба то здесь немножко подстрогал а в целом она получается достаточно неплохо сверху 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 фанеру 21 я пришил сейчас дальше будем значит прошивать фанеру фанеру тоже сначала первоначально значит пришивал носит саморезами 125 но посчитал что дорого и потом очень трудоемко вот сейчас 150 гвоздями пришиваю да и здесь вот тут соединяю значит по балкам дополнительно носит шурупами сороковыми вот пожалуй все здесь очень просто здесь как говорится один без положили ниточку натянули 2 лиз натянули натянули по ниточке вот это что же соответственно уже будет стыковаться для того чтобы когда если допустим если большое расстояние чтобы не промазать пусть этот раз ты расстояние от стены если допустим возьмешь этот лист поставишь вот таким образом то есть уже будет большая большое расстояние а так она получает то расстояние которое ты хочешь ну в данном случае где-то миллиметров 8 я думаю для это достаточно будет ну соответственно с той стороны тоже миллиметров 8 далее значит подготовка к плитке можно вестись эту подготовку разными путями значит в бане я у себя делал бетонировал то есть делал армировал обрешетку после этого значит сантиметров 8-10 бетона и после этого вложил плитку но здесь мы будем делать по-другому по-другому как будем делать будем смотреть будет все видно вот продолжаем ся с работу сейчас что делаем час пошивай в лист ну и дальше средства по успеху работаю здесь вот я сделал еще люк есть сделал люк потому что с фундамент не между фундаментами не зайд Repeat почему просто вроде фундамент ослабляет а здесь вот для того что мульку ну чтобы можно посмотреть что будет делаться под полом для того чтобы уложить вот один лист мы уложили второй лист чтобы уложить надо замерить расстояние место стыкования вот здесь вот смотрим здесь еще метров 19 она немножко разная будет почему потому что но не идеальный квадрат не идеальный прямоугольник приходится измерять дополнительно так ну вот и мы замеры сделали сейчас это все дело переносим защит здесь она вот этот край будет стыковать а этот будем обрезать ну так все понятно отметили так нормально под низ подложим дожки чтобы можно было таким образом предложили и все так готово здесь надо теперь брать длинную линейку и отмечать куда идет вот она куда я делал здесь великая точность не нужно но желательно чтобы стараться чтобы было получше плохо всегда получится так что проблем потом не возникало значит все отметили значит сейчас как будем надо этот кусочек отпилить из истории работы с этим с этой фанеры значит первоначально 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 нас я пилил болгаркой все хорошо перед нормально ну получается очень медленно но и очень дымно дымит она сильно решил бар на болгарку значит отложить в сторону столкнув этих людей доски пилить потом взял другую пилу вот поменьше вот такая пила у меня здесь диск если естественно уже надо под замену тоже пилил уже получше немножко ну тоже как сами не очень нравится этой пилить вот решил вот этой пилой пилить внизу я подкладываю подкладываю доску что фанеру не не распилила вот таким образом сейчас начнем посмотрим как она будет работать не очень быстро но отпилить можно таким образом так 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 Продолжение следует... 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 это очень просто вот так палочку поставили и постучали по ней можно еще немножко вот видите практически нормально можно чуть-чуть полмиллиметра сюда вот нормально все ну здесь получается видите поставили здесь практически зазор везде одинаково здесь тоже хороший зазорчик маленький пойдет можно расклинивать чтобы укрепить но в данном случае я не расклеиваю данном случае не расклеиваю для того чтобы значит и влево вправо не ушло лево вправо не ушло можно сразу поставить один-два шурупики или соединение вот таким образом здесь хорошо получилось видите если вы саморезами можно сразу саморезами крутить но я сначала шуруп сначала сначала что делать сначала сверлю под саморез под шуруп после этого значит зинкования ну и потом сам шуруп ну значит у каждого свое мнение знать кто-то предпочитает шурупы кто-то саморезы но шурупы конечно значительно дешевле а вот в данном случае они работают неплохо ну вот все мы закрепили и закрепили здесь можно еще раз пройти посмотреть пошла нож вы нормально можно их не трогать ничего так все пошло вот таким образом сейчас решетку нанесу а для того чтобы нанести решетку на лет линейку так вот линейка где здесь у нас пробит по балкам непосредственно до тех и вода у меня отмечено на стене чтобы не искать вот мы значит так чертим и вот вот сама балка сама балка идет тоже вот отмечено у меня вот отметка на стене есть и вот по балке где-то по центру вот значит отмечаем вот так пошли и и здесь тоже вот пошли вот по где-то по центру туда большого значения не немножко туда немножко сюда вот таким образом кстати эту фанеру брали там на крови фанеры бусков мы как раз сколы выбросили так вот таким образом так ну сейчас можно сразу полностью нанести рисунок и получается но здесь даже можно сказать что усиление с перебором идет потому что доска 50 она сама широкая сама широкая здесь балка от лежит недалеко сантиметров 40 вот таким образом вот так что все понятно ну и здесь вот таким образом сейчас я гвозди возьму и здесь вот как работаю любимыми гвоздями ну вот это лишь большие что проще работать это же сначала на сверлил видите вот по балке здесь вот балка идет как раз вот и сюда вот гвозди что я расстояние где-то 25 сантиметра а где-то 25 сантиметров вот сначала на сверлил таким образом так потом немножко углубление делаю проводные шуруповерты все хорошо но единственно что виде путается провода путается немножко затруднения зато не надо заряжать батареи так и вот вот этот небольшой гвоздик на 150 весело забиваю забили и другим гвоздем утопили его немножко помяли ведь и гость его следующий как раз и забиваю это вот чередой найдет забили так утопили принципе проблем нету шурупами я где-то сверлю 25 шурупы маленько почаще ну где-то 15 сантиметров до конца не досверливая но начать только будет а почаще получается можете это почаще здесь снова тоже зенкование и поехали вот таким образом сейчас не так жарко но когда и немножко подтягивается видно подтягивается на не так жарко но когда работаешь можно чуть-чуть потерь вот пожалуй таким образом сейчас мы пиливаем паниру второго ряда здесь вот сделали вырез для двери ну где будет проем двери ну сейчас вы пилим здесь размещаем таким образом что немножко побольше будет примерно полтора а потом поместится уже отметим было более Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот это пойдет завершающий последний гвоздь все подготовительный этап, первого этапа заканчивается 150 миллиметров солидно ну вот все практически понервно стелили завтра если будет возможность посмотрим на счет гидроизоляции гидроизоляцию и покрытие под плитку и здесь вот получилось видите как раз получается разных между брызочков ну так и было задумано здесь получается подкладка доска 28 миллиметров а здесь 50 вот она высота эта получилась здесь будет еще плитка дверь повыше станет все нормально будет вот сейчас будем работать с полом нанесем гидроизоляцию вот посмотрели сначала хотели какую-то рулонную гидроизоляцию поставить но здесь не такое большое помещение рулон стоит больше тысячи то есть не стали брать вот взяли такую баночку гидроизоляцию в принципе она предназначена для фундаментов но я думаю здесь тоже пойдет она видите на основе какого-то гудрона что ли сделано такого темного черного цвета когда взяли открыли банку вроде бы новый новая совсем но очень густая была внутри здесь правда и написано что надо мазать ее шпателем но мы немножко растворителем разбавили посмотрим что будет попробуем кисточкой кисточки на кого-то таким образом сейчас что-то мажется да что-то мажется может быть и так быстро будет нам толстым слоем и не надо толстым слоем и не надо вот эти все люди шурупы стояли но такие стрекотяница может быть начало такое неважное а здесь вот самые концы здесь вот сам где-то стыкуется можно и маленько другим у нас еще другой есть прозработал вот так вот где-то но это я думаю долго будет долго нам особо спешить некуда как говорится ночь большая но вот таким образом не знаю как говорится толка это будет или не будет но думаю вреда от этого не будет это точно как говорится мы не рассчитываем что будем сюда просто наливать ведрами воду но если что-то попадет это защитит нам покрытие фанеру от влаги вот таким образом делаем ну и шпателем конечно я думаю было бы подольше даже наверное вот здесь так вот это лучше лучше кисточкой вот мне специалисты подсказывают что по нормам по нормам вот когда мы это дело делаю это делаем да надо удалять вот это вот всякие щель и заводить заводить гидроизоляцию 10-15 сантиметров но 10-15 конечно это чересчур наверное но вот где-то вот так вот может быть мы и пройдемся пройдемся но сначала надо будет конечно почистить мы маленько схитрим значит сейчас мы это не сделаем а когда высохнет когда высохнет уже здесь мы наждачком пройдемся вычтем уровнем и потом помажем вот таким образом ну как говорится норму выполним сказали 10-15 мы можем и полметра даже помазать только интересно после этого никакая плитка сюда не пристанет будет отваливаться мы хотя в свое время свое время я помню у далекой в далекой юности у нас первые плитки пошли первые плитки когда пошли их вот на гудрон и клеили это не было ни клея ничего вот просто разводили значит гудро и на гудрон клеили это даже интересно было смотреть но вот таким образом все и делалось ну все значит сделаем и по сделаем все по нормам здесь я думаю нормально будет фанера точно будет хорошо но долго очень долго так что да и расход я думаю немалый будет хотя возможно банки и хватит вот таким образом готовим готовим пол под плитку вот прибыли вот такую плиту принципе здесь очень просто значит сверлим зенкуем расстояние это в районе 20 25 сантиметров его сейчас в каких местах надо вырезать сделать пробуем резать обычной болгаркой обычным диском по металлу ну и учитывая что это материал не такой прочный достаточно как он крупки на зон пилиться виден ступились очень хорошо легко такой же материал ездит а но это в районе одного сантиметра сантиметра есть два сантиметра но учитывая то что у нас полу ровный взяли один сантиметр он и подешевле будет нам просто больше не надо делаем выводы то что с этим материалом работать очень легко очень легко пилиться я закрытым потом приобретем плитку и будем ложить любую берем раствор вот так его сторона и вот в таких местах допустим здесь здесь может быть и не надо берем это все делаем что фото сама размазать учитывая что как говорится для себя для себя то можно и помазать вот таким образом особенно какие-то ламочки из неровности они хорошо замазывается и при этом после этого наш раствор но при этом при этом надо учитывать следующее то что когда мы начинаем уложить плитку что на стену что на пол значит первые первым образом надо положить сразу две плитки одну что ни в коем случае нельзя ну потому что повторю и плитки мы более точно выравниваем правление а уже потом уже можно не спешить можно не спешить ну в принципе значит у нас время есть минут 56 она еще позволяет ее потрогать пошевелить это я говорю что это по желанию почему-то нет особого желания ничего в этом плохого не будет ничего плохого не будет она будет этой подмазки да и забыл многие многие значит что делают мажут значит сначала допустим раствор мажут на пол там или на стену потом наши шпателем зубчатым убирает потом ложится возможно это и правильно это и хорошо можете быстрее ну на мой взгляд это просто стране да вот следующий этап у нас уберем плитку плитку взяли плитку да вот в книге написано что значит многие скриски значит из плиток нужно замачивать замачивать но я вот лично не рекомендую особенно значит стеновая птица если плитка если значит вы хотите попробовать значит прежде чем пачку замочить попробуйте одну почему потому что многие плитки вот это предка я думаю не будет многие плитки после того как замочить замочили штаны они значит получается какие-то там типа пятна что же там такие что ну а здесь вот можно чуть-чуть смочить . можно смочить а можно и не мочить потому что раствор у нас видите видите он они так делают уж поделать хватит раствор то у нас видите такой не густой его что еще отвешено если мочить вот как вот это в данном случае да я слишком не смочил она может поплыть поплыть и потому вот на такой плитки на такой плитки можно не смачивать я в принципе их и смачивать на стене на стену когда она немножко качество другое там уже обязательно надо и протирать а здесь вот просто чисто чисто вот видите все нормально да и когда уложишь плитку желательно что смотреть какой там рисунок вот видите вот рисунок здесь вот эта полоса у нас идет значит надо определиться допустим или допустим в разброс как ты угодно хочешь уложить до или значит определиться каким образом полшу туда полосу сюда еще нужно так подумать подумать можно вот так и поста и видите вот вот она получается туда сюда туда сюда вот этот получается можно так сделать то есть прежде чем уложить что внимательно и покрутить повертеть если есть какой-то рисунок то попробуй что у вас воссоздать его если нету то значит нету ну сейчас посмотрим да можно так вот поставить там у нас скорее всего здесь вот лучше вот так вот видите плитка то достаточно просто хлопка и елочка получается вот так вот так вот и елочка туда соответственно поехали ты да и некоторые работы значит в перчатках но я вот тоже все пытаюсь я встречаться научиться работать но пока у меня это дело не получается желательно не получается здесь вот видите плитка то достаточно большая и тяжеловато если честно может быть пресса ложить его ну так вот уже вот так толстая немножко вот так вот по краям вот таким образом раз вот таким образом положили перекурили после того что берем спать желательно что его что всегда смачивать почему потому что влажный шпатель влажный значит соответственно что значит меньших к нему против пристает после того чтобы было удобно вот и весело-весело видите за один захват захват у нас не получится ничего я буду делать его весело снимаю вот весело сняли с одной стороны и это все сняли это ставим после этого вот видим да мы сняли все после этого у нас вот еще достался раствор мы себе же дело правильно соответственно это все убрать почему потом будет легче затирать он будет чище вот таким образом хотя работа увеличивается вот все мы убрали все она прилипла все хорошо после этого за что мы делаем уже начинаем что укладывать вот посмотрели вот рисунок 1 1 разница нету как она будет лежать вот таким образом где-то сюда можно чуть-чуть побольше сюда вот так это еще 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 я думаю хотя может еще маленько после этого берем значит туда вот так вот раз два три вот положили положили в целом в целом все нормально но при этом мы ее не трогаем не стучим еще пускай немножко полежит она быстрее 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 таким же образом сделать вторую я уже сказал что первых первых плитки желательно сразу две штучки утра вторую и как всегда что забыли крестики они там у нас лежат сейчас возьму скажу крестиков у нас что нету вот образом не спеша ну надо поспешить вот таким образом вот так вот ну это только первые две штучки а потом можно потихоньку потихоньку тяжеловато конечно прямо скажу вот мужичном мочили да ну еще раз мочим вот таким образом раз поехали так сняли и с этой стороны тоже самое сняли пойдет и что делаем вытираем вот эта штучка с краев вытираем она конечно будет не идеально но когда вытираешь на путь так вторую уже надо что нам смотреть рисунок рисунок где рисунок вот рисунок вот рисунок как раз попасть вот попал так после этого что берем лужу вторую положили после этого что берем идем крестики берем крестики конечно надо в баночку так вот два крестика взяли до крестика таким образом да и надо вставлять их вот таким образом взяли крестики да и вот так вот раз вот так ставите вот так раз и во второй тоже сюда два именно вот так вот все поставили теперь значит уже выравниваем она ведь я начал ходят спокойненько ходит очень хорошо так поставили по линии и эту плиточку по линии поставили где после этого берем что молоточек молоточек берем это значит значит после этого что выравниваем до конца чтобы она вот села уже теперь можно и в чуть-чуть подровнять чтобы как говорится точно было на вот так где-то так так и вот мы видим что здесь немножко пониже и повыше чуть-чуть подобьем чуть-чуть подобьем немножко есть я уже говорю что идеальных плиток не бывает идеальных плиток не бывает ничего страшного ничего страшного в этом нету Когда она выпадывает, допустим, бывает, что на стенках выпадает, что мы делаем? Берем, раз, его приклеим, раз, вот так, оп, с раствором он весело станет, и уже никуда, никуда не пойдет. Вот, здесь хорошо у нас получилось, здесь хорошо, по ниточке более-менее нормально, вот, а сейчас уже можно не спешить, мы не спешить, мы в этой плиточке две поставили, сейчас еще маленько перекурим, маленько перекурим, и возьмемся, что? Возьмемся за третью. Так, вот, раз, убрали, все, убрали, и это посмотрим, вот здесь мне вот уголок немножко не нравится. Что есть, что есть, что есть, что есть, что есть, что есть, так, хорошо. Так, вот так, вот так, вот так, вот все, все. Все, вот стенки, видите, расстояние нормальное, просто здесь плитка еще будет. Здесь вот такие вещи, вот такие вещи, допустим, что, ну, можно, конечно, до завтра подождать, а можно сразу убрать, сразу убрать, вот, и можно еще что сделать, можно взять деревянную палочку такую, да, сделать, высоргать. И вот, когда положили, вот видите, там клей немножко появился, вот он встанет, чуть-чуть постоит, ну, допустим, ну, полчаса, ну, может, час, после этого лучше его убрать. Когда уберешь, после этого будет лучше, лучше работать. Ну вот, как говорится, поехали дальше. Поехали дальше. Берем, чтобы не быть голословным, что я говорил, что можно резать и так, можно резать и так, но делаем отметки. Ну, отметка, я прямо скажу, что потоньше бы лучше. И вот, цвет хорошо виден коричневый, синий, синий, но что-то мы приобрели, такой, такого цвета, смотрим, не ошибся, я ничего. Так, не ошибся я ничего. Так, все. О, меткорез берем, смотрим. Я его не смазывал тысячу лет, он у меня здесь уже лежит. Я прям даже не знаю, как он хорошо режет, или не очень, но посмотрим. Попытаемся отрезать. Как я и говорил, это дело надо делать с одного раза. Можно, можно резать по направляющей, то есть по линейке. Можно делать и у вас. Так, вот, раз, два, три. Поехали. Ну, вот это он. Конечно, стеклорез у меня не самый лучший. Ну, ладно. Ну, и после этого идем к любимому гвоздику. Так, вот, отрезали. Стеклорезом. Ну, здесь видно, вот, что резали по линии. Резать-то, в принципе, по линии. Здесь берем снова так вот встаем. Вот. Руки вот, уставим вот так вот ровненько, да. И ровненько, ровненько, одновременный нажим берем. А нет. А нет. Только со второго раза. Ну, видите, обрезал, но чуть-чуть, чуть-чуть прореза не было. То есть, конечно, стеклорез надо получить. Ну, в целом можно. В целом можно. Ну, все, вот, пожалуй. Сейчас будем дальше лепить эти плитки. Так что, таким вот образом. Таким вот образом. Посмотрим. Посмотрим, как она встанет. Как она встанет. Опа. А что здесь, как здесь гвоздик мешает? Ну, встанет она хорошо. Хорошо. Встанет она хорошо. Сейчас гвоздик берем. Здесь еще разметочку сделаем. Здесь еще один рез. Один рез сделаем, и все будет обгимахт. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сделали маленький перерыв. И вот этот перерыв, как говорится, уже практически, значит, укладку пола мы завершили. Завершили. Ну, вот здесь можно остановиться еще раз повторно, значит, на проблемных местах. Вот здесь вот проблемное место было, вот этот лючок. Вот видите, он как получился у нас, в принципе. Неплохо получился. Здесь вот обыграли это дело. Вот ручку такую сделали. Вот достаточно увесчистый такой лючок. Получился вот он. Все работает, все хорошо. Но остановимся на мелочах, с которыми, значит, мы сталкивались в работе. Ну, предварительно, когда начинали укладку, мы посмотрели, значит, померили, значит, соответственно, помещение. И вот здесь, в принципе, видите, в плитку все попали. Вот видите, в плитку еще здесь попали, здесь попали. И вот здесь тоже все нормально, все хорошо. Ну, и здесь вот хотелось бы остановиться на затирке. Вот затирали, значит, шпателями вот такие, значит, резиновые шпателями. В комплекте идут разных размеров. И вот когда вот затираешь, вот, допустим, взяли такой шпатель, развели вот такой небольшой, небольшой емкости, небольшими порциями. Вот-вот, затираем вот таким образом. Затерли. Так вот затерли, значит, все. После этого, после этого влажной тряпочки, влажной тряпочкой берем, значит, вот так вот ее, допустим, вот раз вот на палец. И вот так немножко проводим. проводим и вот получается такое углубление углубление очень хорошо и особенность вот такая мелочь у мелочь но достаточно нужная мелочь заключается в чем вот мы затерли допустим к примеру допустим допустим один ряд или два ряда после этого обязательно обязательно надо все промыть промыть и убрать значит уже затирку убрать промыли брали здесь я на чистовик ее не мыл вот как я 1 säger правом после значит уже укладки плитки такого она есть почему потому что работа продолжается работа продолжается если значит это не сделаете это не сделайте после этого нас это на на следующие сутки на вторые шутки нас это уже в станет и будет убирать и очень сложно но на мой взгляд на мой взгляд это счету кладка плитки укладка плитки как на пол так на стены из строительных работ наиболее простое очень просто очень легко может выполнить любой желающий вот я начинал вы видели вот пожалуй здесь и все сложности никаких не будет кто значит захочет уложить и при этом может особый инструмент здесь и не нужен если допустим даже нету плиткореза самое сложное что плиткорез то можно резать и стеклорезом вот пожалуй все до свидания до новых встреч сейчас я значит выйдем на улицу как говорится перекурим и попробуем рассказать как лучше уложить плитку на стену а и и вот и и и и Продолжение следует...